Добрый вечер! Мы с вами вновь на территории права, и меня зовут Инесса Панченко. Принято считать, что предложение одного из супругов заключить брачный договор зачастую рассматривается как проявление нелюбви и недоверия. Нетрудно догадаться, что такое отношение к брачным контрактам вызвано недостаточными знаниями об этой норме семейного права. Брачный контракт все еще остается щекотливой темой для большинства наших сограждан. Давайте попробуем разобраться в тонкостях этого документа. Очень надеюсь на помощь нашего гостя. Сегодня у нас Ирина Богатырева, нотариус. Добрый вечер! Ирина Николаевна, слышала, что Федеральная нотариальная палата с 1 июля этого года собирается запустить единую базу, в которую будут собраны все данные о брачных контрактах, заключенных на территории России. Честно говоря, в первый момент не поняла, как к этому относиться. Для чего это? Хорошо это или плохо? Ну, это хорошо. Для чего нужен реестр? Ведь дело в том, что, допустим, при оформлении наследства, да, необходимо нотариусу знать, был ли брачный контракт между супругами. И, к сожалению, кто-то может, скажем так, скрыть данный факт, кто-то может забыть. Но в данной ситуации меняется же состав наследства, то есть по-другому оформлять немножко наследство, меняется именно состав. То есть речь идет о том, выделять ли супругу долю супружескую. И по брачному договору они определили другой режим. Поэтому это очень важно. Затем необходим для чего еще реестр? Допустим, есть какие-то кредитные отношения между супругами. Заключается брачный контракт в связи с покупкой недвижимого имущества. Поэтому здесь необходимо знать нотариусу, допустим, о том, был ли брачный договор, либо нет. Речь идет также при продаже недвижимого имущества, когда требуется согласие супруга на продажу имущества. Если есть брачный договор, который определил, допустим, какой режим собственности – раздельный либо совместный, нотариус определяет, необходимо брать согласие на продажу этого имущества, либо достаточно только брачного договора. Поэтому это, в общем-то, важная и интересная вещь. То есть не надо расценивать это как вторжение в личное пространство, да? Нет, там же, ведь дело в том, что реестр что подусматривает? Он же только фамилия и наличие брачного договора. Существует или не существует? Конечно, естественно, ведь в реестре не будет сведений об имуществе и о самом брачном договоре, там не будет текста договора. То есть там только будет единственное сведение, что такие-то граждане, тогда заключим брачный договор, и все. Ну вот теперь стало значительно спокойнее. Конечно. Для тех, кто только что подключился к нам сегодня на территории права Ирина Богатырева, нотариус, и, в общем-то, воспользуйтесь случаем получить ответы на свои вопросы 202-11-22, звоните, пожалуйста, к нам в студию, вопросы задавайте, а мы будем на них отвечать. Итак, сегодня мы говорим о брачном договоре. Ирина Николаевна, прежде всего, брачный договор и брачный контракт, это одно и то же, да? Конечно, это одно и то же. Просто, скажем так, называют либо договор, либо брачный контракт. А все это вместе называют соглашение. Брачный договор плюс брачный контракт будет соглашение. Итак, что такое брачный договор? Ну, если мы с вами обратимся к семейному законодательству, то там определяется брачный договор таким образом. Это соглашение лиц, которые намереваются вступить в брак, либо соглашение супругов, которые уже стоят в браке, о постановлении режима собственности имущества. Поэтому здесь брачный договор могут заключать как супруги, уже состоящие в браке, причем в любой период брака, либо лица, которые намереваются вступить в брак до заключения брака. В любой момент они могут заключить также брачный договор, брачный контракт. Ну, предположим, там за месяц, за два до вступления в брак, да? Ну, это не имеет значения, за месяц, за два. А когда он начнет действовать? Здесь самое главное говорит о том, что брачный договор, который заключается лицами, намеревающими вступить в брак, вступает в силу с момента государственной регистрации брака. То есть до регистрации брака договор заключен, но, естественно, он не имеет силы, потому что нет брачных отношений. С момента государственной регистрации брака, получения свидетельства о браке, внесения записи в книгу регистрации, договор вступает в силу. Ну, а в связи с этим вопрос тогда, очевидно, люди, вступающие в гражданский брак, вот сейчас, понимаю, что сейчас сделаю ошибку, да, незарегистрированный брак заключить такой договор не могут. Ну, конечно, во-первых, это не брак, правильно, вы правильно сказали, это совместное проживание лиц, которые договорились в каких-то условиях проживать вместе, но это не является браком, соответственно, к этим лицам не применяется брачный договор, понятие там, брачное соглашение. Потому что это не брак, соответственно, мы не можем с вами говорить о брачном договоре. Ну, а существует еще такая форма регистрации брака, как венчание и церковный брак, да, является ли он основанием для заключения брачного договора? Церковный брак, скажем так, у нас с вами светское государство, да, венчание, все это хорошо, это наша с вами духовная жизнь, но это не является государственной регистрацией брака. Ирина Николаевна, ну как вы считаете, почему в нашей стране, ну, сейчас, наверное, все-таки уже больше таких документов заключается, но, тем не менее, не так активно идет этот процесс? Ну, по-видимому, все-таки это наш менталитет, правильно, наше воспитание, это заложено, наверное, было длительными, скажем так, годами отношений к семье и именно к брачному договору. Ну, я бы не сказала сейчас, что у нас так это медленно продвигается. Конечно, может быть, хотелось бы, чтобы в брачном договоре заключалось больше, если необходимо, но они заключаются и заключаются, скажем так, совершенно разными лицами и в разных условиях. То есть, допустим, бывает, брачный договор связан с заключением, когда супруги, допустим, да, что подсматривают на расторжение брака, да, какие-то условия. А бывают такие ситуации, когда, допустим, ну, семья подумала, решила и определяет свои имущественные положения, после этого у них не возникает споров, то есть, как вести там домашнее хозяйство, в том плане, что какие средства вкладывать в домашнее хозяйство, как у них развивается бизнес. Поэтому сейчас, в общем, договор заключают и на разных условиях, и по разным причинам, скажем так. А что вы имели в виду, когда сказали, что хотелось бы, чтобы больше заключали такие контракты? Ну, возможно, знаете, если бы заключали контрактов больше и определяли вот именно имущественный режим, да, возможно, было бы меньше споров и, возможно, было бы меньше разводов. Я, конечно, не претендую там на какое-либо заключение, но, тем не менее, исходя из практики, понимаете, есть случаи, то есть, когда приходит супруги, которые еще состоят в браке, да, они договариваются, мы ставляем брачный договор, определяем режим собственности, и, вы знаете, потом приходят и говорят спасибо, мы спокойно живем после этого. То есть, такие ситуации тоже есть. Я не говорю, что их много, но они есть, понимаете, то есть, кому-то это помогает для того, чтобы в дальнейшем брак состоялся, он продолжался, и никаких споров нет по имуществу. Ну, возможно, пройдет какое-то время, и это станет новым. Ну, возможно, конечно, да. Итак, вы смотрите «Территорию права». Сегодня у нас в гостях Ирина Богатырева, нотариус, и можно позвонить сюда в студию и задать свои вопросы. Телефон 202-11-22. Звонок уже у нас один есть. Послушаем, да, Ирина Николаевна? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Будьте добры, Ирина Николаевна... Будьте добры, отойдите, пожалуйста, от телевизора подальше. Ирина Николаевна, будьте добры, скажите, пожалуйста, а вот если дети зарегистрировались в России, а живут в Германии, имеют гражданство, как им развестись, у них брачного договора нету? Будьте добры, поясните, пожалуйста. А брак они заключили в Российской Федерации? Ну, давайте разделим, скажем так, здесь, наверное... Давайте посмотрим, да, может, коротко варианты. Да, какие ситуации. Если, скажем так, они брак регистрировали здесь и в настоящее время являются гражданами, скажем так, Германии, то в любом случае у нас есть как бы режим личного гражданина, да, то есть они могут обратиться в Германию за расторжением брака. Почему? Если они являются гражданами Германии. Если они являются гражданами Российской Федерации, проживают там, скажем так, имеют вид на жительство, тогда необходимо обращаться в суд Российской Федерации. Но они-то могут сделать, если, скажем так, у них нет споров, то они могут направить заявление, заверенное там в посольстве, в консульстве, в ЗАГС, в органы ЗАГС, в Российскую Федерацию. Ну, собственно, насколько я понимаю, брачный контракт может облегчить раздел, но он не может никак повлиять на развод, да? Никаким образом, он только может повлиять на что, допустим, брачным контрактом, супруги устанавливают, что при разводе, в случае развода, их имущество является собственность того гражданина, либо кому переходит оно. То есть они устанавливают режим раздела имущества на период, на случай разторжения брака. То есть они снимают споры по разделу имущества, и в данной ситуации нет необходимости обращаться в суд, они могут развестись через ЗАГС. А если возникают споры уже по разделу имущества, там, движево-недвижево, то здесь, естественно, осложняется уже расторжение брака, так как необходимо обращаться в суд за тем, чтобы разделить имущество. Ну, давайте продолжим разбираться, что же такое брачный контракт. Что можно оговорить в брачном договоре? Он какой-то стандартный, типовой, или как это делается? Нет, ну мы с вами не можем говорить о типовом договоре. Во-первых, брачный договор, как я уже сказала, это соглашение, да? Соглашение, которое заключают супруги, там, либо на переводящиеся вступить в брак граждане. И дело в том, что договариваются они, они соглашаются, то есть в данном случае нельзя говорить о типовом договоре. Мы только говорим о том, что в брачный договор, что включается? Это все, что касается имущества. То есть брачный договор говорит о том, какой, допустим, вид собственности супруги могут установить, какой режим собственности. Режим, скажем так, перехода имущества в случае раздела, имущества и развода. Поэтому в данной ситуации говорить о типовом договоре нельзя. Есть какие-то, наверное, одинаковые фразы, естественно, там, клише, которые могут вставить в договор. Но в любом случае говорить о типовом договоре нельзя. Подход здесь индивидуален, так как каждая пара, каждая договоренность, она, естественно, индивидуальна. Правильно? Ну а как все-таки это происходит? Мне кажется, это очень сложно. Тем более люди еще собирающиеся только вступить в брак, там еще, наверное, пока романтические отношения. И прийти к нотариусу, получается, уже с готовым пониманием того, как должно все быть. Все-таки надо говорить, наверное, о том, что чаще всего заключают в брачном договоре супруги, которые уже какой-то период... А, то есть статистика все-таки такова, да? Будущие супруги заключают в брачном договоре, но обычно это связано с чем? Да, приходят, в принципе, уже знают, что они хотят. Так как у кого-то, допустим, есть уже какой-то свой налаженный бизнес, да, соответственно, он хочет, чтобы этот бизнес сохранился за супругом уже в браке. Поэтому обычно чаще, конечно, приходят, ну люди читают интернет, знакомятся с документами, там, с судебной практикой, вот, советуются. И после этого заключается брачный договор. Кому-то, скажем так, брачный договор в принципе не нужен, когда, допустим, такие ситуации тоже бывают, когда приходят, допустим, мы хотим включить брачный договор на имущество, которое у них уже есть. То есть, допустим, им подарили до брака, либо они приобрели до брака. Такое имущество уже является их собственностью, поэтому здесь брачный договор, естественно, не нужен. А могут ли быть включены в брачный договор какие-то, какое-то имущество, которого еще нет, но в будущем планируется его приобрести? Конечно. Брачный договор, ведь, как я уже сказала, супруги могут включить в любое время, в период брака. То есть, это может быть, там, по истечении года, двух и десяти. Причем брачный договор может касаться как того имущества, которое уже приобретено в браке было, так и того имущества, которое будет приобретаться в будущем. Причем это может быть движимое, недвижимое имущество, то есть любое, которое супруги решат приобрести в будущем. Брачный договор может касаться конкретного имущества То есть, допустим, в договоре можно подосмотреть то имущество, которое, я говорю, уже есть Которое имеет номинование, да, естественно, от тех объектов, которые зарегистрированы А можно составить, допустим, брачный договор, что тоже, как бы, допускается, позволяется Достаточно общий, в котором указать, что то имущество, там, допустим, там, либо движимое, либо недвижимое Либо вообще, скажем так, все имущество, приобретенное вперед брака на имя одного из супругов Является только его личной собственностью Соответственно, если, допустим, приобретается в дальнейшем какое-либо имущество Или движимое, либо недвижимое, то это является собственность того супруга, на чье имя оно было приобретено То есть, такой общий договор можно также составить, не указывая конкретные объекты Но такой договор, он... В чем опасность такого договора, я бы, наверное, обратила внимание Допустим, наступает момент, когда супруги, ну, там, не знаю, поругались, решили развестись, да Был такой договор, но в период брака все приобреталось на имя одного супруга Приобреталось, приобреталось, в итоге мы к чему приходим к концу брака К тому, что, имея такой брачный договор, все имущество на одном из супругов А второй, ну, либо забыл про брачный договор, либо доверял настолько супругу, что он остался, скажем так, без имущества Здесь у нас с вами уже получается, скажем так, сделка, которая ущемляет права второго супруга Естественно, в такой ситуации может возникнуть спор, соответственно, судебный спор А так, в принципе, да, можно заключить брачный договор и на будущее расписать различные, скажем так, варианты приобретения имущества Можно, допустим, предусмотреть, что в период брака какое-либо имущество является совместной собственностью супругов А в случае расторжения, допустим, предусмотреть переход имущества от одного супруга к другому То есть в данной ситуации договор будет действовать на период брака А какие-то моменты договора, касающиеся раздела имущества на случай расторжения брака Они будут действовать уже и после расторжения брака, пока не будет исполнено условие брачного договора по переходу имущества А можно ли включить в контракт условия содержания с супругами друг друга одного другим после развода? Можно, конечно, можно Это также, скажем так, имущественные отношения И в данной ситуации, да, в брачном договоре можно указать И то, что, каким образом, допустим, там будет производить содержание одного из супругов Ведь бывают такие ситуации, когда по желанию, скажем так, опять же, супругов, да Один из супругов может не работать, заниматься, соответственно, там, детьми домом И потом, либо это будет пенсии заработанные, соответственно, недостаточно Либо еще что-то В данной ситуации супруги, если договорились, конечно, они могут присмотреть получение какого-либо содержания Хорошо, а какие условия не могут быть включены в брачный договор? Что-то нельзя вписать? В брачный договор нельзя вписать, прежде всего, условия, которые ограничивают правоспособность и дееспособность супругов То есть, допустим, нельзя написать или указать, что, допустим, супруг не может работать, да Должен заниматься только домашним хозяйством Должен получить именно такое образование, либо вообще не получать образование Я думаю, многие хотели бы, мужчины, вписать такой пункт Да, но вот как раз это ограничивает дееспособность и правоспособность Поэтому такой пункт мы с вами включать в договор не можем Также нельзя включать условия, которые связаны с личными неимущественными отношениями, либо с личными имущественными отношениями. То есть, если мы с вами вернемся опять к заключению брачного договора, что входит в состав имущества супругов? В состав имущества супругов входят доходы, полученные в период брака от любой деятельности, в том числе предпринимательской. Также пенсии, пособия. В состав имущества брачного договора входит движимое имущество, недвижимое имущество, доходы от акции, сами акции, приобретенные при браке, ну, в общем, прочее-прочее имущество. Если мы с вами говорим о пенсиях, либо об алиментах, то это является уже личным имуществом супруга. Естественно, речь об алиментах, которые получает гражданин, либо, скажем так, пенсию, не пенсию, а алименты, это уже является его личным имуществом, соответственно, это не может быть включено в договор брачный. Также не могут включаться какие-либо условия по брачному договору, которые ставят одного из супругов в невыгодные материальные условия, то есть так называемые кабальные условия. Скажем так, это тоже говорит о том, что в данной ситуации такая сделка потом будет признана как вопрос-напросто недействительная. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы к нотариусу, звоните, пожалуйста, по телефону 202-11-22. Сегодня на них будет отвечать Ирина Бокатырева. Кстати, вот пришел еще вопрос от зрителей, сразу отвлечемся. Если в случае смерти одного из супругов у него есть ребенок от первого брака, то имеет ли ребенок право претендовать на долю в наследстве, независимо от наличия брачного договора у нынешних супругов? Здесь надо исходить из того, какой брачный договор был составлен. То есть о чем идет речь? Ведь брачный договор – это не завещание. Брачным договором устанавливается режим имущества супругов. Это может быть совместная собственность, долевая, либо раздельная. Поэтому, наверное, необходимый вопрос разделить на несколько частей. Если брачным договором был установлен режим раздельной собственности супругов, то есть брачный договором супруги определили, какое имущество входит в состав имущества одного из супругов, соответственно, в связи с этим нотариус определяет, что входит в состав наследства. То есть если в соответствии с брачным договором какое-либо имущество есть у наследодателя, то, естественно, в наследник появляются все его дети от всех браков и супругов в том числе. Если брачный договор, супруги определили, допустим, что у них режим раздельной собственности, какое-либо имущество есть у супруги, а у супруга нет ничего, тогда, соответственно, нет состава наследства, то есть нет имущества, входящего в состав наследства, тогда нечего наследовать. Поэтому, наверное, говорить о связи именно брачного договора и ребенка какого-либо, скажем так, брака, наверное, просто нельзя, так как здесь возникает уже наследство, необходимо просмотреть, что входит в состав наследства. Есть ли само наследство, собственно говоря. Да, 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 есть ли имущество, подлежащее наследованию. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Перезвоните, пожалуйста, нам еще раз, мы до сих пор в прямом эфире продолжаем отвечать на вопросы. Можно ли изменить условия контракта в процессе его действия? Брачный договор, это, знаете, такой договор, который движется, то есть ведь невозможно составить брачный договор, соглашение между супругами, да, навсегда, так как мы порой не знаем, какие у нас условия будут, там, через год или через сколько-то времени. Поэтому в любое время, только обращая внимание, по обоюдному согласию супругов, они могут внести какие-либо изменения в договор, какие-либо, допустим, отдельные пункты изменить, либо дополнить новыми пунктами договор, либо, скажем так, по обоюдному согласию договор можно расторгнуть. В данной ситуации самое главное условие – это обоюдное согласие супругов. Если согласие супругов не достигается, то есть кто-то, допустим, против, то здесь только можно что посоветовать, обращаться в суд. В данной ситуации спор уже будет решать суд. И если, скажем так, какой-то, ну, допустим, был условие, рассмотрен в брачном договоре, оно не исполняется одним из супругов, то, естественно, суд может прийти к выводу, к какому-то тому, что раз не выполняются условия договора, договор может быть расторгнут. Но здесь хотелось бы только на что обратить внимание, наверное, в любом случае, все-таки лучше, наверное, договориться, прежде чем идти в суд. Конечно. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Алло. Да-да, говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Я являюсь, не являюсь наследником, а являюсь и сестра. Она получила одну треть квартиры. А папа умер и оставил еще завещание на свои деньги на книжке. Маме. А мама лежачьи больная. Мы вызвали Натальюса. Была у нас Ирина Павловна. Она нам написала, что мама в пользу этой сестры. И никак Головина нам не даст эту бумажку, что мы не можем получить эти деньги. Вот как нам это быть? Мы должны предъявить, вот, нотариус сделать запрос в банк и будет выдаваться действие о праве наследства. Если какие-то вопросы, непонятные, скажем так, по оформлению наследства, вы можете обратиться в Наталью Палату. Ирина Николаевна, можно ли внести в брачный договор, послушаем звонок сначала, потом задам свой вопрос. Алло, добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У родителей два сына. Один из них имеет инвалидность. При вступлении в наследство имеет ли приоритет какой-то из братьев, имеющий инвалидность, или наследство делится 50 на 50? Завещание не было, я правильно вас понимаю? Нужно ли не было завещания и нужно ли как-то оформить родителям при жизни, чтобы не было никаких вопросов после их смерти? Ну, здесь давайте начнем с того, что наследование осуществляется по закону и по завещанию. То есть, если речь идет о наследстве по закону, наследниками являются дети в равных долях, независимо от наличия у них инвалидности. То есть, если не было составлено завещание, наследником, я повторяю, являются дети в равных долях, независимо от наличия инвалидности. Вот если ваши родители составят завещание на кого-то одного из вас, допустим, составят на того брата, который не имеет инвалидности, соответственно, тогда вот тот сын, который имеет инвалидность, имеет право на обязательную долю. То есть, тогда независимо от завещания ему все равно будет выделена обязательная доля. Обязательная доля, она приспорена законом, составляет половину от того, что полагалось бы по закону. Поэтому если ваши родители не составят завещание, вы будете наследниками на их имущество в равнодолях. Если они составят завещание на того из сыновей, у которого нет инвалидности, соответственно, второй сын, независимо от завещания, имеет право на обязательную долю, он все равно небольшую часть положенного законом оформит и получит. Очень часто предметом споров после развода являются дети. Встречи с детьми, отношения с детьми и так далее. Можно ли внести в брачный договор такие условия? Дело в том, что все, что касается детей, для этого есть отдельные документы. И, скажем так, дети это же не вещи, правильно? Поэтому на детей же не устанавливают имущественные отношения. Поэтому режим, скажем так, встреч с детьми, режим удовлетворения их потребностей, соглашение об элементах, совершенно другие, скажем так, документы, они оформляются отдельно. Так, допустим, законом предусмотрена обязательная форма соглашения об элементах на детей. Можно заключить договор, соглашение, которое регламентирует порядок встреч с детьми, порядок проживания, то есть у кого из родителей будет проживать ребенок. Но это не является предметом брачного договора, так как это все-таки мы с вами говорили, что что является предметом брачного договора? Именно имущество и имущественные отношения. Еще такой вопрос пришел от зрителей. Покупаем с мужем квартиру, к сделке сказали предоставить либо согласие мужа на покупку, либо брачный договор. Вчера зашла к нотариусу узнать стоимость брачного договора. Нотариус сказала, что, во-первых, для того, чтобы сделать договор, нам нужны документы о собственности, они, естественно, будут после сделки, а не до. А также спросила, а вы знаете, что в России брачный договор не действует. То есть, если мы с мужем разведемся, он подаст в суд, и суд будет на его стороне. Ну, здесь опять же надо начать с чего? Какое, скажем так, имущество приобретается и каким образом? Дело в том, что согласие на покупку... Квартиру. Я поняла. Но дело в том, что согласие на покупку недвижимого имущества не требуется уже два года, как в соответствии с законом. Поэтому, если, скажем так, речь идет о том, что квартира приобретается по ипотечному договору, тогда необходимо именно согласие супруги, опять же, не на покупку квартиры, а на регистрацию залога и ипотеки. А в настоящее время согласие на покупку не требуется. Значит, во-вторых, если, скажем так, все-таки они решили составить брачный договор и определить, чья же это будет квартира, то они имеют право сделать, скажем так, до заключения договора, но они должны знать точный объект, который они приобретают. По поводу того, что договор не действует. Договор действует, но, опять же, мы с вами говорим сейчас о таком частном случае, когда речь идет о покупке какой-то одной квартиры. Мы же не знаем с вами, что будет дальше в этой семье. Поэтому говорить о том, что договор данный не будет действовать, тоже нельзя. Так как мы не знаем, какие будут условия в случае их ссоры и развода. Если будут, конечно, условия такие, что данный договор привлечет ущемление прав одного из супругов, тогда да, суд, скажем так, примет решение расторганное договорным. А если, скажем так, все стороны будут довольны, ничьи права не были ущемлены, то договор будет действовать. Ирина Николаевна, еще хотела бы прояснить, движемся к завершению. Брачный договор составлен, развод состоялся, а один из супругов не желает выполнять условия, прописанные в договоре. Ну и, собственно, чем тогда может здесь договор этот помочь? Опять же, судебная разбирательность. Ну, к сожалению, да. Но здесь давайте мы, опять же, вернемся к содержанию брачного договора. Если в брачном договоре предусмотрено, скажем так, выполнение каких-либо обязанностей, которые зависят от супруга, он обязан их выполнить. Если, скажем так, речь идет о переходе права и регистрации, то это на основании брачного договора, скажем так, регистрируется переход права, который заложен в брачном договоре. Но если, скажем так, речь идет о том, что необходимо присутствие супруга при подписании какого-либо документа, а он не обращается, тогда, конечно, придется обращаться в суд в любом случае. Ну давайте, может быть, чтобы подвести какую-то черту, назовем еще плюсы и минусы брачного контракта. Вот все-таки все то, о чем мы говорили, если как-то резюмировать. Ну, наверное, нельзя сказать так, что для каждой семьи это является плюсом, это является минусом. Но, наверное, плюс прежде всего в том, что супруги имеют возможность договориться и определить, скажем так, свои права и обязанности в браке и именно свои имущественные отношения. Не просто права и обязанности, а именно имущественные отношения в браке. Соответственно, договорившись об этом, о своих, скажем так, доходах, о распределении доходов, каким образом будут они связаться в браке, в общем-то, вопрос решается о том, что в дальнейшем снимаются многие споры. Поэтому это, конечно, самый большой плюс. Ну а минус только может быть в том, что когда заключают договор, наверное, не все просчитывают наперед ситуацию, не все объясняют, скажем так, для чего нужен брачный договор. Вот. Ну, поэтому я минусов, скажем так, здесь вижу меньше, чем плюсов. Ну и, может быть, последнее. Люди какого возраста в основном заключают брачные контракты? Кто это? Молодежь. Наверное, сбрать статистику или нет? Я бы сказала так, это, наверное, состоящие в браке примерно лет 10. То есть чаще всего супруги, которые прожили какое-то время. Пожившие и поняли. Ирина Николаевна, спасибо огромное за то, что ответили на наши вопросы. Надеюсь, еще встретиться в территории права. До свидания. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова